Черный рис с креветками – это не только оригинальное и очень вкусное, но еще и невероятно полезное блюдо, ведь черный рис – еда для настоящих богатырей и красавиц, быстро, просто, вкусно и полезно. Как известно, черный рис – богатейший источник различных жизненно важных витаминов, минералов и полезных организму веществ, поэтому включение черного риса в рацион строго приветствуется, тем более, что это натуральное лекарство еще и очень вкусное, особенно, если его правильно приготовить, черный рис с креветками и овощами – это одно из самых вкусных блюд с черным рисом, которое я пробовал. Вообще, черный рис лучше всего сочетается с морепродуктами и цитрусовыми, и именно это замечательное сочетание – креветки лайм черный рис используется в данном рецепте. Досмотри шин вида, и я предложу записать список ингредиентов. Первое, что нужно сделать – поставить вариться рис, его кладем в подсоленную кипящую воду, соотношение риса к воде 1 к 2, и варим на медленном огне 40 минут. Кабачок и перец нарезаем кубиками, креветки отвариваем до готовности. Креветки сбрызгиваем соком лайма, солим и перчим, оставляем мариноваться минут на 10-15. Кабачок обжариваем на быстром огне. Подписывайтесь и ставьте лайки. Через пару минут добавляем к кабачку перец, жарим дальше. Когда овощи размякнут, добавляем в сковороду креветки, вместе с лаймовым соком, и вино, тушим до испарения жидкости. Как только жидкость полностью выпарится, снимаем кастрюлю с огня. Готовый рис, без жидкости, добавляем в сковороду, туда же добавляем молотый имбирь, мускатный орех, оливковое масло, соль, перец, немного сока лайма, перемешиваем, накрываем крышкой и даем настояться минут 10, уже без огня. Раскладываем по тарелочкам и подаем, пока не остыло. Жду ваших лайков и комментариев. А теперь ингредиенты. Черный рис, 1 стакан, креветки очищенные, 400 грамм, кабачок маленький, 1 штука, перец сладкий, 1 штука, лайм, 1 штука, имбирь сушеный, по вкусу, мускатный орех молотый, по вкусу, белый перец, по вкусу, белое вино сухое, 50 миллилитров, количество порций, 2-3. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Люблю вас, друзья, жду снова.